Результаты реанимации орхидеи без корней, а с коротином в пеностекле. Система посадки этой орхидеи так называемый двойной горшок. На дне этой емкости стаканчика всегда находится небольшое количество воды. Вы должны ориентироваться в первую очередь на уровень дренажа, во вторую очередь до начала, до момента роста корней, для того, чтобы корни не постоянно находились в воде, а лишь частично, например, какой-то один из корешков может полностью быть поглощен в этой воде, не более. Вы только полюбуйтесь вместе со мной на эти потрясающие, настоящие результаты реанимации. Корни, которые оставались, которые уже появились и разрослись, остаются по сей день настолько сильно активными. Судите сами, эти зеленые кончики вы могли видеть в предыдущих моих видео о реанимации этой орхидеи буквально даже 6 месяцев тому назад. Вы можете себе представить, эта орхидея пережила зиму, так называемый, ошибочно располагаемый период покоя, и сейчас до сих пор остается настолько активной, что даже пробуждает, вот видите, корневые ответвления. Сейчас я постараюсь вам подобрать и ракурс поближе показать. Я недавно утром опрыскала это растение, еще дополнительно влага опустилась сверху вниз и увлажнила равномерно эти корни. Вот заметно, сейчас очень хорошо, отчетливо видно, вот то называемое, вышеупомянутое мной корневое ответвление. Как корень разрастается, старые остаются такими же активными, и что немаловажно, аскаротин отлично сработает. В каждом субстрате, не обязательно химически инертном, или же органическом субстрате, какой у вас есть, такой и берите, потому что в первую и самую главную очередь, аскаротина работает с организмом растений, то есть влияет непосредственно на сами корни, и уж потом идет реакция с субстратом. Поэтому это очень удобно, особенно если ваши растения остаются в открытой системе. какую-то неделю или же каких-то пару недель тому назад я вам снимала, и очень затруднительно мне было показывать вам вот тот новый листик, который появился в точке роста. Приходилось искать цвет и правильный ракурс для того, чтобы можно было его разглядеть и вам. Так вот, уже сейчас посмотрите, как подрос. Заметно этот новый листик и очень быстро развивается. А на солнышке даже блестит. Еще раз дополнительно хочу вам показать уровень воды, потому что это крайне важный момент для полноценно успешной реанимации орхидеи. И вот так выглядит эта система. В пеностекле в моем конкретном варианте исполнения. Когда мы рассматриваем пеностекло в контексте реанимации орхидеи, многих беспокоит его достаточно высокая воздухопроницаемость. Это компонент аэратор. Так вот, сейчас специально для вас демонстрирую, то настолько сильно, хорошо, по сей день держит только листья. Это орхидея из группы реанимации, которая оставалась абсолютно без корней. Пробуйте и вы поливать свои орхидеи одной-двумя таблетками препарата Аскаротин на литр воды и пускай они также будут радовать вас новыми корнями и листьями.